Добрый день друзья, с вами Дмитрий Гриценко. Сегодня я продолжу разговор про контратаку Тракстера, который возникает в защите двух коней после того, как играют черные слон c5. То есть здесь я рассказывал в прошлый раз, как после коней f7 и слоны f2 белые били королем, но как мы помним у них тогда возникает много проблем и максимум на что они могут рассчитывать, это ничья, вечным шахом в одном из вариантов. Поэтому логично все-таки предположить, что бить слона не нужно. Здесь есть как видим два ответа только, вначале я покажу король e2, это все-таки слабейший ответ, тогда черные играют конь d4, здесь опять у черных, у белых выбор, то есть ну ход король f1 в принципе я считаю очень слабым, потому что после ферзи d7 уже у белых очень большие проблемы и если собрать слона, то они могут просто потерять ферзя после хода слон g4, поэтому нужно уходить вперед, вернее даже не нужно, а приходится, слона забирать тоже естественно плохо, потому что там матовали черные в скором времени, вот, поэтому приходится ходить король d3. Ну черные играют активно b5, они не боятся жертвовать и в данном случае есть у белых два варианта, первый вариант это забрать конь d8, вот, ну тогда следует bc, король c3, ну это один из возможных вариантов я показываю, вот, при котором, как видим черный король, не белый король, вернее бегает по всей доске, но заматовать его сразу не получается, хотя здесь если уйти король c4, то все-таки мат получался, вот, ну, опять-таки, не обязаны белые идти на этот вариант, очень красивый, вот, они играют все-таки король e3, здесь мата мгновенного нету, то есть черных атака продолжается и в дальнейшем они, как ни странно, выигрывают ферзя белых, это происходит после такого маневра и здесь белые обязаны играть ферзь h5 и в дальнейшем отдавать ферзя, потому что если походить a4, то возле король d8 следует конь c6 матом, вот, поэтому нужно играть ферзь h5 в этой позиции, ну и естественно, что этот ход тоже не спасает, потому как слишком много черных фигур атакуют одного короля белых, вот, и здесь после некоторых маневров все-таки приходится отдавать ферзя, потому что здесь уже после шаха на c5 отхода у ферзя у короля нету, ну, и после взятия слон c5, естественно, у черных выиграна просто лишняя фигура, еще и король очень плохой у белых, итак, таким образом после хода b5 нельзя бить конь d8, но более интересный вариант возникает после хода слон b3, тогда жертвы продолжаются, после конь e4 черные смело отдают ферзя и дальнейшем мотуют, здесь тоже еще одна очередная красивая жертва конь e2, чтобы открыть дорогу для своего слона, вот, и здесь уже у черных играют целых 4 фигуры, атакуют, и в этой позиции, кстати, что интересно, они даже не забирают ферзя, а ходят слон d3, то есть как издевательство практически над королем белых, который остался один, и его армия ему помочь никак не может. И здесь, после еще одной жертвы, следует такой красивый мат пешкой. Таким образом, бить, вернее, уходить на поле e2 тоже белые не могут в данной позиции, у них остается более сильный ход, ход король на поле f1. После ферзи 7, конь h8, это самые логичные хода и сильнейшие, следует ход d5. После еда у черных два варианта развития событий, и первый, это, наверное, более все-таки позиционно грамотный, это ход конь d4. Ну и здесь все-таки лучше белым форсировать ничью, потому что играть на победу, например, после таких ходов очень опасно, видно, что черный король, белый король очень слаб, и слишком уж сильна атака черных, плюс конь дальнейшем тоже потеряется, скорее всего, и черные останутся всего лишь без качества, с очень сильной атакой. Поэтому после конь d4 лучше всего походить d6 и в дальнейшем форсировать ничью вот такими ходами. Черных тоже более сильного продолжения не видно. Но также после еда это был более как бы грамотный ход конь d4, но есть и более резвый, более рискованный ход слон g4, то есть черные дают еще материал. После слон e2 происходит размен, и черные отдают своего слона. Ходят 3-0. То есть у них сейчас не хватает ладьи и фигуры, ну конь, скорее всего, в будущем потеряется. Но на самом деле, конечно, несмотря на такой материальный перевес, у белых очень много проблем. И в ряде вариантов они получают мат. После конь c3 здесь черные могут даже забрать слона, у коня, то есть позволить себе потратить темп на этот ход. И после король g1, ну в принципе ход логичный, чтобы убрать из-под этой смертельной связки своего короля, черные уже идут в атаку. После конь g4, g3, играют h5, защищают коня, готовят в дальнейшем ход ладья f8 с очень сильными угрозами по линии f. И что самое главное, коня здесь нельзя стогнать ходом h3, потому что следует ферзь c5, ну бить коня плохо, потому что как минимум здесь будет конь e2 и взятие ферзя. Вот, поэтому бить нельзя, естественно, приходится уходить королем. Но эта защита тоже недостаточная, потому что следует здесь сильный ход конь f2 и ладья f1, конь c2 шаг, король e2, и очень хороший ход h4. После этого хода уже у черных выиграно, потому что приходится отдавать ферзя и это, конечно, победа для черных, потому что они потом забирают еще и ладью. Вот, а если после хода h4 ферзя не отдать, то последует мат после конь d4, роли e1 и все. Партия закончилась. Таким образом, после h5, h3 нельзя прогонять коня, нужно играть ферзь d3. Однако, здесь тоже очень стильная инициатива у черных, после ладья f8 и h3 уже играть можно, но тем не менее это недостаточно тоже. Играют черный ферзь h4. Как видно, у них уже четыре фигуры участвуют в атаке, а у белых защищают ферзь, при случае конь в некоторых вариандах и ладья. Да, но поскольку конь пока что не играет, то получается, что перевес в две фигуры, а этого в принципе почти всегда достаточно для матовой атаки. В данном случае hg вообще проигрывает сразу же. Вот, и от ладья h8 защиты не видно, но если походить g3, то выигрывает очень красивая комбинация. Ход конь e2. Понятно, что ферзь e2 нельзя из-за хода ферзи g3 и потом ферзи e1. Вот, поэтому нужно бить конь e2. Ферзи f6, тут тоже единственная защита конь f4, чтобы не дать ферзи f2 или ферзи f1 походить черным с матом. И после ферзи b6 белый вынужден отдавать ферзя после хода ферзи e3. Вот, ну и в дальнейшем, естественно, эта позиция выигрывается черными. Потому что если ферзя не отдать, а уйти король g2, то просто следует мат в один ход. И так, таким образом, после слоны f2, король f1 тоже недостаточная защита, потому что у черных очень много атакующих маневров. И во многих вариантах они жертвуют материал, причем и ферзя, и ладью. И за это получают очень сильную атаку, от которой практической партии защититься почти невозможно. Вот, и если вы атакующий игрок, то я рекомендую вам играть именно контратаку тракстера на защиту двух коней. Вот, ну а в следующих видео я покажу, как можно защищаться от контратаки тракстера после слона c5. Кроме коня f7, то есть другие каданы, например, слоны f7 и d4, или же просто два нуля. Вот. Ну, спасибо за внимание. До скорых встреч. Субтитры сделал DimaTorzok